Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Перед началом второй части слово предоставляет соответственному секретарю международного журнала «Марксизм и современность» Ефановой Ильине Михайловне с объявлением о работе журнала. Уважаемые товарищи, я всех приветствую на этой конференции. Наш журнал называется «Марксизм и современность» и я по поручению редколлегии журнала хочу, скажем так, немножко ознакомить вас с содержанием его наполнения. Город Киев, союз коммунистов Украины, организатор этого журнала, организатор-вдохновитель и бессменный главный редактор журнала «Марксизм и современность» является Яброва Томила Иосифовна, которая родилась за месяц, ровно 21 ноября, за месяц до 50-летия Сталина Ефановича и подробно всю свою жизнь посвятила борьбе за коммунистические марксиско-лиинские идеи. Итак, журнал «Марксизм и современность», учредитель которого является «Союз коммунистов Украины», зарегистрирован в Украине до ровно 25 лет назад и начал выходить в 95-м году, зарегистрирован в 94-м. За это время в сложных условиях и политических, и финансовых мы продолжаем выпускать наш журнал. Последние 5 лет журнал на Украине не издается по понятным причинам. Идет война и коммунистическая идеология в Украине запрещена. Сейчас вообще принят закон о декоммунизации, который запретил Компартию Украины и все названия, в которых звучит слово «коммунизм». Из-за того, что журнал выходит и не в Украине, и финансовые трудности, вы прекрасно понимаете, что значит издать сейчас литературу, создан сайт, на котором расположены, размещены все номера нашего журнала, с которыми вы можете ознакомиться. Значит, выход первого номера журнала был в апреле 95-го года и открывался статьей «Да, Ленин» Олега Семеновича Шенина. Там были приветствия Шенина, Андреева, Пригарина, Изюмова, Ольги Дмитриевны, Унальяновой, Косолапова, Грызлова и других. В нашем журнале очень много авторов, которые, многие ушли из них, но многие сейчас есть, такие, как ушли Жданов Шенин, Бранко Китанович, Люда Мартинс, Чикин, Жан-Люкс Сале, Приджан Смеличевич, Надежда Гарифулина, Легостаев, Мазюли. И ныне действующие и размещающие в нашем журнале статьи, прекрасные статьи, очень умные, мудрые, многосторонние. Поскольку журнал международный, теоретический, то публикуется Амар Багдаш, Василь Каларов, Рубикс, Виктор Аркадьевич Тюлькин, ученые Джахадзе, Косолапов, Попов. То есть в состав редколлегии сейчас тоже входит и Попов, Тажуризина, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории. Вернее, Тажуризина – это профессор, а главный специалист Российского государственного архива – это Васина. Руководитель информационно-теоретического центра изучения Латинской Америки Харламенко. Великолепная серия статей была в нашем журнале, опубликованных Харламенко. Какое нам дело до Латинской Америки? Прекрасно, понятно, каким образом разваливался Советский Союз и с точки зрения того, что происходило в Латинской Америке. В журнале содержат очень много рубрик – это вопросы теории, дискуссионные вопросы, коммунисты в современном мире, рабочее движение, история и современность, оппортунизм, прошлое и настоящее, международная политика, международное отношение, многоликий антисталинизм. И хотя журнал наш носит название «Марксизм – современность», но редакция и авторы стремятся соответствовать этому названию, обязывающему названию. Способствует тому, что в марксиско-ленинской теории в современных условиях особого отката революционной волны и наступления реакции оставалось на вооружении коммунистов. Во всех номерах журнала имеются статьи, или посвященные Сталину, или с его работами, малоизвестными, то, что Томила Иосифовна затронула. Очень много мы публикуем информацию о том, что, ну вы знаете, выходили продолжение работ Сталина, тому 13-томнику, который был издан при его жизни, под руководством Ричарда Ивановича Косолапова было продолжено издание Красного издательства с 14 по 18 том, причем это были огромные тома, но поскольку они все равно не содержали того информации, которая вышла из архивов, то сейчас издается вот уже 16 томов «Сталин. Труды». В журнале мы тоже даем информацию об этих вещах. В последнем номере журнала мы поместили документ, который называется «Беседа Сталина по вопросам политической экономии». Значит, 24 апреля 50-го года, где показано, что Сталин во время работы большого авторского коллектива над макетом учебника, о котором тоже говорила Томила Иосифовна политическая экономия, говорил такие прекрасные слова. Нужно, чтобы наши кадры хорошо знали марксистскую экономическую теорию. Первое, старшее поколение большевиков было теоретически подковано. Мы зубрили капитал, конспектировали, спорили, друг друга проверяли. В этом была наша сила, и нам это очень помогло. Второе поколение менее подготовлено. Люди были заняты практической работой, строительством. Марксисты изучали по брошюрам. Третье поколение воспитывалось на филитонах и газетных статьях. У них нет глубоких знаний, и надо дать пищу, которая была бы удовольствием. Большинство из них воспитывалось не на изучении работ Маркса и Энгельса, а на их цитатах. Если дело и дальше так пойдет, то партию ждет беда. В Америке рассуждают. Все решает доллар. Зачем нам теория, зачем наука? И у нас так многие рассуждают. Зачем нам капитал? Когда социализм строим. Это грозит деградацией. Это смерть. Чтобы этого не было, даже в частностях, нужно поднимать уровень экономических знаний. И в каждом номере нашего журнала публикуются очень интересные материалы о Сталина, о тех свершениях, которые происходили в нашей великой с вами родине, в Советском Союзе. Вот так в журнале номер 15 была опубликована рубрика «К 120-летию со дня рождения Сталина». Была статья Юрия Андреевича Жданова. «Без теории нам смерть – смерть», в которой Юсик Писсарион, в частности, обращает внимание на то, что необходимо поднимать уровень экономических знаний. Эта идея, эта идеология, она звучит в каждой работе Сталина. Значит, в журнале 24-25 «К 50-летию со дня смерти Сталина» содержится статья, опять же, Жданова Юрия Андреевича «Политическая прозорливость». В которой Юрий Андреевич говорит о том, что Сталин еще в 1946 году предупреждал о том, что Англия и Соединенные Штаты Америки объявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. «Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война». Это то, что мы и наблюдаем сегодня. Это агрессия в Ираке, это растерзанная Юкославия, это диффузия американской обореченности в Среднюю Азию, Грузию, в Афганистан, на Кубу, в Прибалтику, на Филиппины. И вот уже шестой год война в Украине, развязанная английским языком. По каждому журналу можно пройти с экскурсом. Эта работа будет опубликована в тезисах, но хочу остановиться просто на некоторых журналах. Вот 29-30 номер за 2004 год была статья Арсейнта Анатолия Григорьевича. «Сталинский план. Решение продовольственной программы в СССР в действии». В этой статье говорится, что решение указанной проблемой в такой крайне отсталой стране, какой была царская Россия, возможно только на путях индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. «Сталин говорил, мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут». В исторически взятые сроки СССР сделал то, о чем не мог мечтать трудовой народ России. За указанные Сталином 10 лет в основном были преодолены все хлебные затруднения, первая пятилетка и вторая пятилетка с 1928 по 1937 год, приступили к созданию изобилия продуктов питания. В этом контексте Сталин отмечал, что наша пролетарская революция является единственной в мире революцией, которая довелась показать народу не только свои политические результаты, но и результаты материальные. Конечно, хорошо прогнать капиталистов, прогнать помещиков, прогнать царских опричников, взять власть и получить свободу. Но, к сожалению, одной лишь свободы недостаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, плохие жилища, то одной лишь свободы на свободе далеко не уедешь. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, возможность зажиточной культурной жизни. Много можно говорить о материалах, которые опубликованы у нас, но я еще раз повторяю, есть сайт, на котором это все размещено. И хочу закончить свое краткое выступление, поскольку времени, понятно, мало и вне очереди. Такими словами, 60 лет назад, 31 декабря 1959 года, по случаю 80-летия со дня рождения Сталина, когда во главе Советского государства был Никита Сергеевич Хрущев, развенчавший культ Сталина, покойного на тот момент, в палате лордов произнес свою речь Черчилль. И он так охарактеризовал Сталина. Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений, непоколебимый полководец Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей к жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жестким, беспощадным, как в деле, так и в беседе. Он обладал глубоким, лишенным всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Никогда не поддавался иллюзиям. И еще. Тут вот подходит ко мне товарищ и говорит, что самое страшное человечество в человеке – это жадность. Так вот, Юсиф Вассарионович Сталин, великий государственный деятель, по смерти своей оставивший лично ему принадлежащих две смены белья, пару сапог, несколько кителей – 4 рубля 40 копеек. А для трудящихся невиданное в истории государства рабочих и крестьян великий Советский Союз, который мы с вами потеряли. Спасибо. Значит, последние номера, последний номер журнала, вот осталось три штуки, это номера, которые предыдущие. И кроме этого, еще раз повторяю, есть сайт. Мой радость в Советском Союзе. Продолжение следует...